Для профилактики ЖДА при обильных менструациях рекомендую Сидерал на 5 дней после менструации. В нем мало железа, но усваивается оно хорошо и побочных действий не бывает. Ну, я просто напомню, что Сидерал – это не препарат железа, это лечебно-профилактическое питание. По некоторым различным протоколам и рекомендациям вообще тема питания закрыта для влечения железодефицита, нельзя назначать. И это действительно так, то есть если мы имеем железодефицитную анемию, мы не можем ее не лечить препаратами железа. Вот здесь вот этот вопрос тоже имеет место быть. Нельзя, нельзя, потому что мы все находим, я же говорю, врачи сейчас заняты тем, что они только и все вот это вот документацию в порядок приводят, а пациентами не занимаются. Ну, тут я бы еще два вопроса поднял. Во-первых, Сидерал или Сидерал Форте, потому что в Сидерале действительно железа-то нет почти, да, и что они там будут профилактировать, я плохо себя понимаю, представляю. Сидерал Форте все-таки хотя бы там железо есть. А второй вопрос – это то, что действительно продукты питания назначать врачи не могут, и за это можно получить по шапке, если кто-то вдруг нажалится, не дай бог. Хотя лично я Сидерал Форте тоже назначал, но я-то не имею дела со страховыми компаниями, проверками и так далее. Ну, и второй вопрос, третий даже вопрос – это вопрос менструации и профилактики. Вот это тема, которая, мне кажется, имеет значение. Ну, я считаю, что каждый раз после менструации назначать препараты или там Сидерал как питание дополнительное нежелательно, потому что каждый раз мы стимулируем костный мозг, да, на продукцию, там, стимулируем, не стимулируем. Лучше проводить профилактику, когда это реально необходимо. То есть если мы пролечили женщину с железодефицитом и знаем, что у нее обильная менструация и железодефицит может вернуться, она должна иметь настороженность, она должна раз хотя бы там в полгода, в год сдавать анализ крови, смотреть свой гемоглобин, смотреть эритроцитарные индексы, да, если там что-то меняется и падает, или она планирует беременность. Ну, какая-то нагрузка, вот если подразумевается у нее, тогда проводить либо лечение, если уже опять у нас ЖДА, либо мы проводим профилактику, когда эти цифры на нижних границах нужны. Я бы ввела пациента так. Ну, сегодня есть ферритин, между прочим, который освоили все лаборатории, он стал массовым и он оказался достаточно дешевым. Если в начале нулевых годов, там, в конце 90-х, мы говорили, ну, умолялись сделать сывороточное железо, то сейчас ферритин направо и налево. Ферритин все-таки отражает запасы железа, и даже до того, как еще снижаются индексы, или вместе с тем, как снижаются индексы при нормальном показателе гемоглобина, кстати, это тоже важно, да, что гемоглобин может быть нормальный, а насыщение гемоглобином эритроцитов может снижаться, да, и вместе с ферритином это может быть показанием для профилактического назначения препаратов. Ну, про дозы мы уже сказали, да, если 200 мг – это лечебная доза, двухвалентного железа, то 100 мг – это профилактическая доза, тоже где-то в течение месяца, наверное, да. Добро пожаловать